здравствуйте дорогие друзья еще один маленький такой как рубрикой назвать подкастом напишите мне в комментариях в общем как как это лучше обозвать в общем маленькая такая рубрика у меня на канале мы будем читать с вами исследования спад меда вот и соответственно разговаривать на различные темы и изучать соответственно эффективность тех или иных препаратов как они прошли не прошли исследования может быть соответственно изучать лечение каких-то заболеваний да как это делается в мировой медицине и так далее то есть сейчас я думаю что выше я уже голосом озвучить тему данного конкретного видеоролика что я попрошу сделать от вас это конечно же написать комментарий и поставить ваши лечебные лайки это очень необходимо для развития канала это очень необходимо если вам понравится эта тема а это на минуточку способ получить информацию изучения под меда на данный момент последнюю информацию начиная психиатрических психологических различных исследований заканчивая эндокринологии то есть это вообще повод быть так скажем в одной струе до в последних новостях медицины поэтому дорогие друзья давайте начинать вместе до исследовать основы так скажем мировой медицины подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии кому понравилось дорогие друзья все кто захочет разобрать исследование поучиться те кто захочет получить может быть какую-то дополнительную до информацию пояснения разъяснения каких-то моментов которые непонятные я вас жду на платных онлайн консультациях жду в комментариях предложения новых каких-то тем соответственно подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите ваши комментарии и да прибудет с вами здоровье прежде чем начать изучать исследования мы напоминаем что у здорового человека глюкоза должна быть меньше верхней границы идеальное значение меньше пяти инсулин не должен быть меньше четверох и больше восьми аннотация многочисленные эпидемиологические данные показали что пациенты с сахарным диабетом 2 типа имеют более высокий риск развития рака молочной железы молекулярные механизмы лежащие в основе этой взаимосвязи еще предстоит выяснить однако в этом обзоре рассматриваются имеющиеся данные свидетельствующие о том что метаболические нарушения наблюдаемые при сахарном диабете 2 типа могут предрасполагать к развитию рака молочной железы изменения в доступности субстрата и гормональной среде особенно гиперинсулинемия не только создают благоприятную метаболическую среду для онкогенеза но и индуцируют события метаболического перепрограммирования которые необходимы для трансформации клеток рака молочной железы кроме того дисфункция и гипоксия жировой ткани окружающий нишу рака молочной железы являются еще одной предполагаемой связью которая будет обсуждаться наконец будут рассмотрены механизмы с помощью которых клетки рака молочной железы обходят контрольные точки связанные с перегрузкой питательными веществами экспериментальная проверка этих потенциальных связей будет важна для прогнозирования и лечения рака молочной железы у пациентов с сахарным диабетом 2 типа введение хронические заболевания вызванные избытком питательных веществ или чрезмерным потреблением энергии становится одной из величайших угроз здоровью человека в 21 веке возникающие в результате ожирения приводит к эпидемии хронических заболеваний которая включает сахарный диабет два типа сердечно-сосудистые заболевания и рак эйр и до чака 2004 хотя общие молекулярные механизмы только начинают проявляться имеется множество эпидемиологических данных описывающих совпадение между многими заболеваниями среди этой группы заболеваний многочисленные эпидемиологические исследования показали что пациенты с сахарным диабетом 2 типа подвергаются большему риску развития рака молочной железы ксю микклс 2007 заболеваемость с сахарным диабетом 2 типа неуклонно растет на протяжении десятилетий и в настоящее время поражает примерно 10 процентов населения в большинстве развитых стран зимит и драть 2016 кроме того многие развивающиеся страны быстро приближаются к эквивалентным показателям заболеваемости поскольку высококалорийные и недорогие продукты становятся все более доступными зимит и дура 2016 аналогичным образом за тот же период увеличивались показатели рака молочной железы девеса и дра 1095 интересно что связь между сахарным диабетом 2 типа и раком молочной железы по-видимому наиболее очевидно у женщин в постменопаузе и остается очевидной при учете сопутствующих эффектов ожирения сюэ и майклс 2007 это предполагает важное взаимодействие между ключевыми гормонами и метаболическими изменениями при сахарном диабете 2 типа которые предрасполагают к развитию рака молочной железы многочисленные исследования изучали механистические основы этой эпидемиологической связи объединяющая тема вытекающая из этого исследования заключается в том что изменения в организме в целом и клеточный метаболизм которые происходят при сахарном диабете 2 типа обеспечивают благоприятную метаболическую среду и патогенные стимулы для развития рака молочной железы в этом обзоре будут описаны основные метаболические изменения при сахарном диабете 2 типа и представлен обзор того как изменения в клеточном метаболизме используются раковыми клетками для стимулирования аберрантного роста и пролиферации мы специально рассмотрим механизмы с помощью которых сахарный диабет 2 типа может способствовать развитию рака молочной железы с акцентом на роль гиперинсулинимии в этом процессе наконец мы порассуждаем о предполагаемых механизмах с помощью которых клетки рака молочной железы обходят контрольные точки обычно задействованные в среде с высоким содержанием питательных веществ например при сахарном диабете 2 типа так что пролиферация и выживаемость не ставится под угрозу метаболические изменения при сахарном диабете 2 типа диагноз сахарного диабета 2 типа ставится на основании клинических критериев таких как гипергликемия натощак и непереносимость глюкозы после приема болюсной дозы глюкозы бонсал 2015 однако патогенез сахарного диабета 2 типа проявляется за годы до того как симптомы становятся очевидными у пациентов развитие заболевания обычно обусловлено резистентностью к действию инсулина в ключевых метаболических тканях таких как печень скелетные мышцы и жировая ткань что оказывает многочисленные вредные воздействия на системный метаболизм самуэл шулман 2012 что касается метаболизма глюкозы резистентность к инсулину ухудшает подавление выработки глюкозы печенью из-за неспособности адекватно ингибировать гликогенолиз одновременно нарушается поглощение и утилизация глюкозы скелетными мышцами и жировой тканью следовательно резистентность к инсулину в этих тканях имеет общий эффект индуцирования системной гипергликемии самуэл шулман 2012 однако инсулин также играет важную роль в регуляции метаболизма субстратов помимо глюкозы например инсулин увеличивает поглощение и хранение жирных кислот в большинстве тканей чувствительных к инсулину голдберг и дарчиш 2009 кроме того инсулин усиливает усвоение аминокислот и стимулирует синтез белка бонадонна и трако 1993 зарождаются дебаты относительно того влияет ли резистентность к инсулину наблюдаемое при сахарном диабете два типа на все процессы реагирующие на инсулин или же она специфично для воздействия инсулина на углеводный обмен brown goldstein 2008 конор брунинг 2012 например при сахарном диабете два типа имеются доказательства того что способность инсулина стимулировать липогенез в печени сохраняется несмотря на нарушение в стимулируемом инсулином синтезе гликогена шим амура идр 2000 природа этой селективной резистентности к инсулину во всех ключевых тканях организма пациентов еще не полностью выяснена тем не менее резистентность к инсулину приводит к системной гипергликемии повышенному уровню циркулирующих свободных жирных кислот и дислепидемии таким образом резистентность к инсулину которая в конечном итоге приводит к развитию сахарного диабета два типа приводит к глубоким метаболическим изменениям которые лежат в основе многих осложнений возникающих из-за заболевания чтобы преодолеть периферическую резистентность к инсулину бета клетки поджелудочной железы выделяют дополнительный инсулин в попытке поддерживать эугликемию это гиперсекреция инсулина создает нагрузку на бета клетки что со временем приводит к отказу в клеток и смерти прентки и нолан 2006 однако длительные периоды гиперсекреции инсулина также имеют важные метаболические последствия в отсутствие нарушения действия инсулина на липидный обмен что как считается происходит при селективной резистентности к инсулину повышенная секреция инсулина может привести к усиленному поглощению жирных кислот липогенезу и накоплению липидов в метаболических тканях таких как скелетные мышцы и печень иртунг хотами слигил 2016 считается что это липотоксичность способствует хроническому воспалительному состоянию низкой степени тяжести которая может еще больше нарушить нормальные метаболические процессы эртунг и хотами слигил 2016 аналогичным образом жировая ткань заметно увеличивается в объеме в условиях избытка питательных веществ что ухудшает ее нормальную функцию например жировая сосудистая система подвергается серьезным испытаниям из-за быстрого увеличения массы жировой ткани и может не поддаваться адекватному ремоделированию что приводит к гипоксии жировой ткани е-эт-эль 2007 также может быть нарушена способность отдельных адипоцитов накапливать липиды что подобно липотоксичности в других тканях инициирует клеточную воспалительную реакцию и в некоторых случаях приводит к нарушению жизнеспособности клеток и их гибели гильерме и дрэ 2008 это инициирует инфильтрацию макрофагами что еще больше усиливает воспалительный статус окружающей жировой ткани гильерме и дрэ 2008 эти нарушения нормальной функции адипоцитов также приводят к изменению высвобождения сигнальных молекул называемых адипокинами которые могут действовать аутокринным паракринным и эндокринным образом увеличивая липолис адипоцитов и ингибируя действия инсулина гильерме и дартэш 2008 хотя резистентность к инсулину является основным фактором развития сахарного диабета два типа возникающая в результате метаболическая среда изменяет многие другие гормоны и сигнальные молекулы которые могут иметь важные метаболические последствия к ним относятся повышенный уровень глюкогона браун этал 2008 резистентность к лептину ваутерс этал 2003 и повышенный симпатический тонус хагат этал 2003 и это лишь некоторые из них эти изменения в циркулирующих гормонах и доступности субстрата могут оказывать мощное влияние на клеточное метаболическое перепрограммирование кроме того системная гипергликемия избыточное количество циркулирующих жирных кислот и дислепидемия которые характерны для сахарного диабета два типа сами по себе также могут создавать благоприятную метаболическую среду для развития некоторых видов рака в следующем разделе будет представлен широкий обзор основных метаболических изменений наблюдаемых в раковых клетках прежде чем конкретно рассматривать события метаболического перепрограммирования происходящие при сахарном диабете два типа которые могут предрасполагать к развитию рака молочной железы с целью выявления биологических механизмов которые потенциально объясняют эпидемиологическое совпадение между этими заболеваниями метаболическое перепрограммирование при раке метаболическое перепрограммирование имеет фундаментальное значение для развития быстрой пролиферации и выживания раковых клеток – Деберардинис и Чанделл 2016. Центральное место в онкогенезе занимает неконтролируемая пролиферация, которая требует увеличения производства макромолекул, которые вносят вклад в биомассу для поддержки образования новых клеток. Сюда входят новые белки, липиды для синтеза мембран и нуклеотиды для синтеза ДНК и РНК – Ханна-Хан-Вайнберг 2011. Метаболизм также должен быть перепрограммирован для поддержки энергетических потребностей этих процессов биосинтеза. Кроме того, метаболическое перепрограммирование необходимо для того, чтобы позволить раковым клеткам преодолевать контрольные точки торможения роста и передачи сигналов апоптоза, а также подпитывать инвазию и метастазирование – Деберардинис-Шанделл 2016. Повышенный аэробный гликолиз, независимо от доступности кислорода, также известный как «эффект Варбурга», является обычной адаптацией раковых клеток – Варбург-1956. Варбург также предположил, что это увеличение гликолиза было следствием нарушений окислительного дыхания. Однако в настоящее время признано, что функция митохондрий не нарушена в большинстве раковых клеток и остается основным источником АТФ для раковых клеток – Вайнберг и Дрэмин-2010, Фан и Дрэбэмин-2013, Мартинес-Рейс и Дрэбута-2016. Однако помимо своей роли в производстве энергии, повышенный гликолиз может поставлять промежуточные метаболиты для метаболических путей, отличных от гликолиза, которые участвуют в синтезе макромолекул, необходимых для пролиферации Лакосаля-Эт-Але-2011. Продукт первой стадии гликолиза – глюкоза-6-фосфат, G6P, также может входить в пентазофосфатный путь. Окислительная ветвь этого пути генерирует две молекулы НАДПА, которые обеспечивают восстановительную способность, необходимую для образования новых жирных кислот посредством липогенеза Деново – Патра и Хей-2014. Как будет обсуждаться позже, этот НАДПА также имеет важные последствия для окислительно-восстановительного баланса клеток. Неокислительное звено пентазофосфатного пути генерирует рибоза-5-фосфат, который используется для получения новых нуклеотидов для синтеза ДНК и РНК Патра и Хей-2014. Аналогичным образом, дигидроксиацетонфосфат, промежуточный метаболит гликолиза, может быть восстановлен с образованием глицерин-3-фосфата ферментом глицерин-3-фосфат-дегидрогеназой, который может использоваться для получения глицерина для синтеза новых глицеридных липидов, которые являются важными компонентами мембранных липидов, и для хранения жирных кислот, таких как три глицериды Сантос-Шульце-2012. Биосинтетические функции, связанные с гликолизом, способствуют повышенному потоку этого пути во многих раковых клетках. Следствием оттока промежуточных продуктов из гликолитического пути и повышенной выработки лактата является то, что приток глюкозы в цикл ТСА снижается при ряде видов рака – Кукуракис и Дрекиш-2005, Макфейт и Дрекиш-2008. Однако глутамин является важным субстратом для анаплероза цикла ТСА посредством его превращения в глутамат, а затем в А-кетоглуторат – ОВН-ЭТ-ЭЛЧИ-2002. Поглощение глутамина и последующее превращение в глутамат также необходимы для производства несущественных аминокислот и для синтеза глутатиона, для системы глутатиона, которая буферизует активные формы кислорода – джин и дра-2015. Он также используется для снабжения углеродом и азотом для реакции биосинтеза в синтезе белков и нуклеотидов, а также играет потенциальную роль в усвоении незаменимых аминокислот. Другой ключевой метаболической особенностью раковых клеток является повышенная скорость синтеза жирных кислот за счет липогенеза Денова, который играет важную роль в поддержании их быстрой пролиферации – Дэниелс и ДРОК-2014, ЛИН и ДРОК-2016. Жирные кислоты синтезируются из цитозольного ацетил-КОА и НАДФН, обычно образующихся в результате метаболизма глюкозы и в меньшей степени аминокислотного метаболизма, и играют важную роль в формировании новых липидных мембран – Сантос-Шульце-2012. Кроме того, жирные кислоты могут играть важную роль в контроле передачи сигналов раковым клеткам посредством реакции липидирования ЛИУ-ЭТ-АЛ-2010. Недавно синтезированные жирные кислоты также могут храниться в виде триглицеридов для последующего использования, и выясняется, что некоторые раковые клетки могут в значительной степени зависеть от окисления жирных кислот для выработки АТФ – ПАИК и ДРОК-2011. Раковые клетки синтезируют жирные кислоты даже при наличии экзогенных жирных кислот, и это часто включает транскрипционное перепрограммирование этого пути – Зайди-Эт-Аль-2013. Помимо синтеза Деново, жирные кислоты могут извлекаться из внеклеточной среды для использования в тех же процессах, что, по-видимому, становится более заметным в ситуациях дефицита питательных веществ. Метаболическое перепрограммирование раковых клеток – это высокодинамичный процесс, который позволяет этим клеткам быстро адаптироваться к изменениям доступности субстрата и изменяющемуся микроокружению опухоли – Вандер Хейден и Деберардинис-2017. Действительно, в условиях нехватки кислорода или питательных веществ раковые клетки перепрограммируют метаболизм таким образом, что жизнеспособность и рост подвергаются минимальному воздействию – Деберардинис-Шандел-2016. Кроме того, недавние данные показывают, что раковые клетки способны подавать сигналы соседним клеткам и индуцировать аутофагию для получения адекватного снабжения питательными веществами – Мартинес-Аутшорн-Эт-Алл, 2001-СА. Хотя эти метаболические адаптивные реакции могут быть связаны со способностью раковых клеток приобретать устойчивость к определенным методам лечения, выявление специфических метаболических уязвимостей также рассматривается как потенциальный способ выявления новых возможностей для лечения рака – Луэнго-Эт-Ал, 2017. Тем не менее, ясно, что метабол… Тем не менее, ясно, что метаболическое перепрограммирование необходимо для развития рака. Связь событий метаболического перепрограммирования при сахарном диабете два типа с раком молочной железы существуют многочисленные эпидемиологические исследования, описывающие связь между сахарным диабетом, два типа и раком молочной железы. Эти исследования показывают, что у пациентов с сахарным диабетом два типа риск развития рака молочной железы в 1,1,2 – 15 раза выше, чем у здоровых испытуемых, мук-идра-1975, таламини-идра-1997, реста-идра-2004, липскомп-идра-2006. В следующем разделе будут описаны события клеточного метаболического перепрограммирования, которые потенциально связывают сахарный диабет два типа и рак молочной железы, и они кратко представлены на рис. Первый преобладающий консенсус в этой области заключается в том, что хотя эти события метаболического перепрограммирования могут не быть инициирующим стимулом для трансформации клеток рака молочной железы отдельно, они создают метаболический фенотип, который необходим для высоких показателей пролиферации и устойчивости к гибели клеток, и, следовательно, необходимый для процесса трансформации. Вандер Хейден и Деберар Денис, 2017. В этом обзоре будет обсуждаться, как метаболическая среда при сахарном диабете два типа создает благоприятную среду и микросреду для поддержки этих же функций. В этом контексте ключевым соображением является то, что адипоциты являются преобладающим типом клеток в нише, в которой развиваются клетки рака молочной железы, и метаболическая дисфункция адипоцитов при сахарном диабете два типа может влиять на метаболизм и функцию окружающих клеток. Хой-эт-Ал, 2017. Обширные генетические исследования выявили, что рак молочной железы является гетерогенным заболеванием, состоящим из множества различных подтипов и классификаций, которые на самом деле, вероятно, отражают различные виды рака. Дай и ДРАЦ-2015. Обзор основных классификаций рака молочной железы выходит за рамки этого обзора. Пожалуйста, обратитесь к Малхотра и ДРАЦ-2010, Дай и ДРАЦ-2015 для получения исчерпывающих обзоров по этой теме. Однако следует отметить, что различные метаболические фенотипы наблюдались при разных подтипах рака молочной железы – Аградинский и ДРАЦ-2017. Следовательно, интуитивно понятно, что механизм И, с помощью которых сахарный диабет 2 типа может влиять на развитие рака молочной железы, будет заметно отличаться для разных видов рака молочной железы. Аналогичным образом, отчетливая метаболическая гетерогенность существует в разных областях опухоли, которая зависит от доступности субстрата и кислорода и их проникновения в опухоль, и, в свою очередь, является высокодинамичной – Хэнсли и ДРА-2016. Таким образом, одна опухоль может со временем задействовать ряд предполагаемых механизмов, которые будут рассмотрены в следующих разделах. Для целей этого обзора мы подчеркнем, как изменения в метаболизме основных макроэлементных субстратов, происходящие при сахарном диабете 2 типа, могут влиять на клетки первичного рака молочной железы и биологию опухоли. Хотя признано, что метаболическое перепрограммирование также играет решающую роль в миграции клеток рака молочной железы и метастазировании, это не будет основной темой данного обзора. Рисунок 1 – предполагаемые механизмы метаболического перепрограммирования при сахарном диабете 2 типа и раки молочной железы. Резистентность к инсулину и системное воспаление, связанные с сахарным диабетом 2 типа, вызывают гипергликемию, дислепидемию и изменяют циркулирующие аминокислоты, увеличивая доступность глюкозы, жирных кислот и глютамина для использования клетками рака молочной железы. Гиперинсулинемия, которая пытается преодолеть резистентность к инсулину, может перепрограммировать метаболизм рака молочной железы несколькими способами. Инсулин увеличивает поток через гликолиз и пентезофосфатный путь, который связан не только с производством энергии, но и с биосинтетическими процессами, такими как синтез липидов для мембран и нуклеотидов, которые обеспечивают биомассу для пролиферации клеток. Инсулин также увеличивает поглощение глютамина и жирных кислот, которые используются для выработки энергии или биомассы, а также для синтеза новых жирных кислот. Гипоксия жировой ткани может перепрограммировать метаболизм глюкозы при раке молочной железы в пользу гликолиза, а также увеличить доступность лактата, который может окисляться клетками рака молочной железы. Метаболизм глюкозы гипергликемия, возникающая при сахарном диабете 2 типа, может оказывать глубокое влияние на биологию раковых клеток, обеспечивая большую доступность глюкозы для стимулирования пролиферации рака и индуцируя метаболическое перепрограммирование, способствующее трансформации фенотипа. Хотя поглощение и утилизация глюкозы в большинстве основных метаболических тканей являются инсулинозависимым процессом, поглощение и утилизация глюкозы в раковых клетках, включая клетки рака молочной железы, Янг и Талий-2007, в значительной степени не зависят от инсулина. Опосредованному инсулином поглощению глюкозы скелетными мышцами и жировой тканью способствует транспортер глюкозы GLUT4, который после активации канонического сигнального пути инсулина перемещается из внутриклеточных участков к плазматической мембране, где он может участвовать в транспорте глюкозы. Напротив, GLUT1 сверхэкспрессируется при большинстве типов рака молочной железы Маджхеда Эт Алл-2005, хотя имеются доказательства специфичные для классификации рака молочной железы экспрессии различных GLUT Хусейн Эт Алл-2011. Локализация GLUT1 на плазматической мембране является относительно конститутивной и имеет решающее значение для функционирования рака молочной железы. Из исследований модели опухоли молочной железы мыши MMTV-NIC, скрещенной с мышами с дефицитом GLUT1, следует, что GLUT1 особенно важен для инициации онкогенеза Велберг Эт Алл-2016, а также для поддержания нормального роста опухоли Янг Эт Алл-2011. Важно отметить, что GLUT1 является высокоафинным переносчиком глюкозы с КМ-1,2-миллиметримеп Гульве Эт Алл-1994. Это означает, что при системных концентрациях глюкозы, обычно наблюдаемых у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, переносчик GLUT1 высокоактивен и транспорт глюкозы в этих условиях неограничивающий. Действительно, доступность глюкозы, представленная высоким уровнем глюкозы в крови натощак, является независимым фактором риска смерти у пациентов с раком молочной железы – миникоции и драк 2013. Диабетическая среда повышает уровни экспрессии GLUT1 в ряде тканей – Гейтер Эт Алл-1989, что, по-видимому, не зависит от системных уровней глюкозы – Симмонс Эт Алл-1993b, но может быть связано с более высокими уровнями инсулина и инсулиноподобного фактора роста – Адин и ГФДин. Высокие уровни транспорта глюкозы в клетках рака молочной железы также связаны с повышенными скоростями как гликолиза, так и потока по пентезофосфатному пути – ЯН и ДРО-2016. В дополнение к повышенной доступности глюкозы другие метаболические изменения при сахарном диабете – два типа – могут способствовать циркуляции крови по этим путям. Инсулин является хорошо охарактеризованным активатором гликолиза, стимулируя дефосфорилирование и активацию фосфофруктокиназы, которая, как считается, опосредуется активацией протеинфосфатазы 2А с помощью G6P и активацией других протеинфосфатаз с помощью АКТ, ВУ и ДРО-2005. Гиперинсулинемия из-за резистентности к инсулину при сахарном диабете – два типа связана с повышенной скоростью гликолиза в тканях, где транспорт глюкозы не зависят от инсулина – Гуо-Эт-Ал 2012. Важно отметить, что гипергликемия и гиперинсулинемия оказывают синергическое воздействие на рост клеток рака молочной железы через АКТ и фосфолипазозависимые с механизмы – Томас и Дербайрр 2012. В то время как накопление G6P активирует G6P-дегидрогеназу – G6P-DH, фермент, ограничивающий скорость пентазофосфатного пути, экспрессия и активность G6P-DH повышены при сахарном диабете две типа в ряде тканей, включая жировую ткань ПАРК и ДРЭК-2005 и скелетных мышц. Инсулин является ключевым регулятором экспрессии гена G6P-DH через МТОРЦИ-1 зависимый механизм. Вагл-Эт-Алл 1998 и гиперинсулинемия, возникающая при развитии сахарного диабета, два типа, может усиливать поток пентазофосфата в клетках рака молочной железы через этот сигнальный путь. Хотя существует множество механизмов, связывающих гипергликемию и гиперинсулинемию с регуляцией метаболизма глюкозы при раке молочной железы, сахарный диабет-2 типа также может перепрограммировать клеточный метаболизм, что может быть не менее важным. Степень, в которой клетки рака молочной железы полагаются на неокислительную утилизацию глюкозы, частично зависит от клеточной гипоксии и экспрессии индуцируемого гипоксией Актора-1-Альфа ХИФ-1А Робей-Эт-Ал-2005. Этот фактор транскрипции усиливает экспрессию генных программ, участвующих в гликолизе и ангиогенезе Робей-Эт-Ал-2005. Как и у многих раковых клеток, ХИФ-1А повышен при раке молочной железы и связан с его прогрессированием и прогнозом пациента Рауш и Дрео-2017. Гипоксия жировой ткани при ожирении и сахарном диабете два типа являются хорошо охарактеризованным явлением, которое возникает по мере быстрого разрастания этой ткани Е.Эт-Аль-2007 и может послужить стимулом для транскрипционного перепрограммирования метаболизма глюкозы в эпителиальных клетках молочной железы ХИФ-1А в сторону метаболизма трансформированного типа клеток. Помимо того, что он является ключевым регулятором транскрипционной программы, контролирующий гликолиз, ХИФ-1А также усиливает экспрессию киназ пируватдегидрогеназы КИМ и ДРНЯ-2006, которые ингибируют активность пируватдегидрогеназного комплекса и поступление пирувата в митохондриальный цикл ТСА. Ингибирование этой реакции и окисление пирувата гарантирует поддержание высоких скоростей гликолиза за счет восстановления пирувата до лактата, который восстанавливает НАД-плюс для использования в гликолизе. Интересно, что 17-В эстрадиоле, циркулирующие уровни которого часто снижаются при сахарном диабете 2 типа, и его рецептор теряется при раке молочной железы, негативном к рецептору эстрогена ЭР, может противодействовать этому перепрограммированию метаболизма глюкозы Омахони и Дортьер 2012 и может быть одним из механизмов, объясняющих взаимосвязь между диабетом 2 типа и раком молочной железы у женщин в постменопаузе. Метаболизм аминокислот Подобно ряду других типов опухолей, базальный тройной негативный рак молочной железы ЭТНБС в значительной степени зависит от окисления глутамина Ван Гелдер Малсен ЭТАЛ 2015 В частности, культивирование этих клеток на средах, не содержащих глутамин, ингибировало пролиферацию клеток HCCDT7806, но не ИР-позитивных клеток MCF7. ИР-селективная природа этого фенотипа может быть связана с потерей транскрипционного контроля окислительного метаболизма со стороны ЭТ2, что приводит к большему анаплерозу из-за глутамина. Уровни глутамина без плазмы повышены при сахарном диабете два типа ЧОУ и ДРЦЯ-2013, что позволяет предположить, что повышенная доступность глутамина при сахарном диабете может быть важна для этого фенотипа. Интересно, что уровни глутамина в плазме также повышены у пациентов с раком молочной железы Бай Хенри 2017 и было высказано предположение, что хроническое воспаление низкой степени тяжести, которая является общим для обоих болезненных состояний, важно для этого увеличение доступности глутамина ПОШКЕ ЭТАЛ 2013. Кроме того, нокдаун переносчика глутамина АСЦИТ-2 ингибировал пролиферацию клеток рака молочной железы HCCI-806 инвитро и в исследованиях ксенотрансплантата. Экспрессия АСЦИТ-2 чувствительна к инсулину через активацию СГК-1-СГК-3 и АКТ, которые увеличивают количество АСЦИТ-2 на плазматической мембране Палмада ЭТАЛ 2005. Еще предстоит определить, регулирует ли гиперинсулинемия при сахарном диабете два типа АСЦИТ-2 посредством этих механизмов в клетках ТНБС. Хотя глутамин играет очевидную роль в анаплерозе и синтезе биомассы, он также, по-видимому, необходим клеткам рака молочной железы для окисления лактата, который может использоваться в качестве источника окислительного топлива при снижении доступности глюкозы ПАРК-ЭТАЛ 2016. В этом контексте глутамин используется для синтеза глутатиона, который буферизует активные формы кислорода, образующиеся в результате окислительного метаболизма субстратов, таких как лактат, как упоминалось ранее, гипоксия распространена в жировой ткани при ожирении и, следовательно, у большинства пациентов с сахарным диабетом два типа, что позволяет предположить, что лактат, получаемый из окружающих гипоксических адипоцитов, может быть важным источником топлива для клеток рака молочной железы у этих пациентов. Липидный обмен, синтез жирных кислот и других липидов необходим для мембранного биосинтеза, который является неотъемлемой частью клеточной пролиферации. Липогенез из субстратов, таких как глюкоза и аминокислоты, является особенностью множества различных раковых клеток. Анализ экспрессии генов выявляет широко распространенное перепрограммирование путей метаболизма жирных кислот в различных классификациях рака молочной железы. В ER-позитивных клетках рака молочной железы происходит активация генов, участвующих как в синтезе, так и в утилизации жирных кислот. В то время как в ER-негативных клетках рака молочной железы гены, участвующие в поглощении и хранении, увеличены, а гены, участвующие в их окислении, снижены. Монако 2017. Интересно, что сигнатура экспрессии генов для трансформации клеток содержит ряд генов, участвующих в метаболизме жирных кислот и метаболических заболеваниях, таких как диабет 2 типа в более широком смысле ХИРШ и ДРАДЖИБЕЧТИ-2010, что, возможно, предполагает общий патогенез посредством транскрипционного перепрограммирования. Действительно, в скелетных мышцах пациентов с сахарным диабетом 2 типа наблюдается снижение генных путей, участвующих в окислительном метаболизме. Однако, недавние функциональные исследования показали, что специфические клетки рака молочной железы высокоэффективно используют свободные жирные кислоты, высвобождающиеся из адипоцитов как для включения в биомассу, так и для окисления с образованием АТФ, Балабан и ДР-2017. Этот эффект был последовательным как для люминальной ИР позитивной клеточной линии МСФ-7, так и для базальной ИР негативной клеточной линии МДА-МБ-231 и был связан с повышением скорости клеточной пролиферации, Балабан и ДРСА-2017. Поскольку этот эффект был постоянным независимо от статуса ИР, представляется маловероятным, что способность клеток рака молочной железы окислять жирные кислоты связана с известными транскрипционными эффектами И2 на окислительные метаболические пути. В соответствии с этой идеей было обнаружено, что жирные кислоты из адипоцитов повышают окислительную способность митохондрий в тех же клетках рака молочной железы, Балабан и ДРНГ-2017. Это подчеркивает пример, когда доступность субстрата влияет на метаболический фенотип раковых клеток и является еще одним потенциальным механизмом, связывающим сахарный диабет два типа с предрасположенностью к раку молочной железы. Возможно, наиболее интригующе было показано, что клетки рака молочной железы способны стимулировать высвобождение жирных кислот из адипоцитов в системе совместного культивирования Балабан и ДРНГ-2017. Хотя механизмы остаются неизвестными, эти данные подчеркивают, что, подобно другим раковым клеткам, клетки рака молочной железы могут подавать сигнал клеткам в окружающей нише о поглощении питательных веществ, что способствует их ускоренной пролиферации. Метаболические изменения, которые происходят при сахарном диабете два типа, могут дополнительно способствовать утилизации жирных кислот клетками рака молочной железы. Действительно, инсулинорезистентные адипоциты не в состоянии подавлять липолиз, увеличивая отток свободных жирных кислот из жировой ткани Гильерме и ДРО-2008. Кроме того, повышенный симпатический тонус и секреция адипокинов, наблюдаемые при сахарном диабете два типа, оказывают сходные эффекты, способствуя усилению липолиза, Гильерме и ДРО-2008. В подтверждение этих предположений было показано, что подавление ключевых липолитических механизмов в адипоцитах, гормоночувствительной липазы, АИСЛ и триглицеридлипазы жировой ткани, АТГЛ, приводило к снижению пролиферации и миграции МДМБ-231 в экспериментах на кондиционированных средах. Как клетки рака молочной железы защищают жизнеспособность клеток в среде с высоким содержанием питательных веществ. Ключевой особенностью раковых клеток является то, что они способны избегать метаболических контрольных точек посредством перепрограммирования своего метаболизма. Так что ситуации низкого энергетического баланса не влияют на пролиферацию и выживаемость. Вандер Хейден и Дебер Ардинис 2017 Однако, поскольку состояние избытка питательных веществ становится все более распространенными в современном обществе, также ясно, что существуют механизмы для защиты жизнеспособности клеток в условиях постоянного избытка питательных веществ, превышающего потребность клеток в энергии. Действительно, можно утверждать, что развитие резистентности к инсулину в ответ на избыток питательных веществ является защитным механизмом для защиты жизнеспособности клеток от перегрузки питательными веществами. Конор Эт. Алл. 2015 Хотя раковые клетки испытывают высокую потребность в энергии из-за их высокой скорости пролиферации, очевидно, что раковые клетки также разработали ряд механизмов для процветания в среде с высоким содержанием питательных веществ, где предложение питательных веществ превышает потребность в энергии, как это происходит при сахарном диабете 2 типа. Среда с высоким содержанием питательных веществ также является высокоокисленной средой из-за свободных радикалов, которые образуются в ходе процессов окисления субстрата и разрыва связи между поступлением субстрата и потребностью в энергии. Действительно, сахарный диабет 2 типа характеризуется как заболевание, которое нарушает нормальный окислительно-восстановительный гомеостаз. Однако перепрограммирование метаболизма раковых клеток помогает бороться с окислительным стрессом за счет усиленного потока через пентазофосфатный путь, который генерирует на ДПХ, который используется для рециркуляции антиоксидантных систем глутатиона и тиоредоксина. Это перепрограммирование метаболизма в сторону увеличения выработки НАДПАКШ имеет важные последствия для рака молочной железы. При этом недавнее исследование показало, что выработка НАДПАКШ посредством этих механизмов необходима для эпителиально-мезенхимального перехода EMT и стволовости базально подобных клеток рака молочной железы. Эти результаты также подразумевают, что метаболического перепрограммирования достаточно, чтобы вызвать трансформацию клеток рака молочной железы. Поскольку диабет 2 типа может приводить к метаболическому перепрограммированию, способствующему большему потоку пентезофосфата в ряде тканей, эти результаты также представляют собой еще одну потенциальную механистическую связь, описывающую предрасположенность к раку молочной железы у этих пациентов. Ацетилирование белка также становится важным механизмом, связывающим восприятие питательных веществ с функцией клеток. Ацетилирование включает добавление ацетильной группы либо к А-аминогруппе N-конца белков, либо к Е-аминогруппе остатков лизина в белках. Ацетилирование лизина является обратимой реакцией, катализируемой лизиноцетилтрансферазами и диацетилазами. Однако все реакции ацетилирования чувствительны к доступности ацетил-коа, метаболита, который используется в качестве донора ацетильной группы в этих реакциях. Следовательно, глобальные уровни ацетилирования в значительной степени зависят от уровня питательных веществ в клетках и потока по окислительным метаболическим путям. Подобно пути синтеза жирных кислот, цитозольный и ядерный ацетил-коа образуется из цитрата, который экспортируется из митохондрий и превращается обратно в ацетил-коа под действием АТФ-цитратлиазы – АЦЛ. Ацетилирование лизино первоначально характеризовалось как ключевая посттрансляционная модификация, регулирующая гистоновые белки и экспрессию генов. Однако недавние протеомные исследования показывают, что огромное количество белков ацетилировано, что может контролировать активность ферментов, локализацию и белковые взаимодействия. Интересно, что чувствительное к питательным веществам ацетилирование метаболических ферментов, по-видимому, является ключевым регуляторным механизмом, контролирующим поток метаболических путей и использования. Например, опосредованное глюкозой ацетилирование гликолитических ферментов в печени способствует гликолитическому потоку, в то время как их деацетилирование связано с глюкониогенезом. Похоже, что раковые клетки используют ацетилирование белка для регуляции метаболизма, а также для усиления активности сигнальных путей, опосредующих рост клеток. Например, метастазирование рака молочной железы зависит от повышенных уровней ацетил-Коа, которые приводят к ацетилированию СМАД-2 и ЭМТ. Ацетилирование метаболических ферментов также повышается при сахарном диабете 2 типа. И инсулин является ключевым фактором выработки цитозольного и ядерного ацетил-Коа путем активации ICL посредством фосфорилирования с помощью АКТ. Что, однако, не ясно, так это то, как избирательный характер ацетилирования белка регулируется в раковых клетках. Например, генсупрессор опухоли П53, который является ключевым транскрипционным регулятором остановки клеточного цикла и апоптоза, также активируется путем ацетилирования многочисленных остатков лизина. При раке молочной железы повышается количество лизин-деацетилаз, и селективность к их субстрату может играть ключевую роль в контроле паттернов ацетилирования для обеспечения прогрессирования рака молочной железы. Аналогичным образом было показано, что доступность ацетил-Коа связывает эноцетилирование с реакциями апоптоза. Поскольку реакция эноцетилирования считается необратимой, механизмы, с помощью которых раковые клетки способны избегать этого метаболического контроля апоптоза, еще предстоит определить, но они могут включать модуляцию ферментов НАТ, катализирующих эноцетилирование. Выводы изменения в метаболизме, которые происходят при сахарном диабете 2 типа, потенциально описывают эпидемиологическую связь с раком молочной железы. Изменения в доступности субстрата и гормональной среде, особенно гиперинсулинимия, которые наблюдаются при сахарном диабете 2 типа, создают благоприятную метаболическую среду для развития рака молочной железы. Аналогичным образом дисфункция жировой ткани также может приводить к событиям метаболического перепрограммирования, способствующим клеточной трансформации. Многие изменения в метаболизме глюкозы, липидов и аминокислот, наблюдаемые при раке молочной железы, могут быть вызваны аспектами сахарного диабета 2 типа. Задачей для продвижения в этой области будет механистическая связь метаболических аспектов сахарного диабета 2 типа с метаболическими аспектами рака молочной железы. Решение этой серьезной задачи позволит лучше прогнозировать развитие рака молочной железы, а также предоставит возможности персонализированной медицине для борьбы с этим смертельным заболеванием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова